закончили закончили и я уверен что не все из вас до танцевали до конца мелодии кто-то из вас гораздо раньше сдался это нормально да это нормально ребят я сам не всегда дотанцовывал до конца когда полностью полностью включаешь в работу весь низ здесь очень важно не переборщить у вас есть у вас есть только задача подожди они это все косточки виноваты у вас есть задача чтобы повязка летала чтобы бедра просто туда-сюда как на этих на шарнирах и самое главное самое главное они должны делать амплитуду полную но с контролем фазы остановки и вновь ускорение из и самое главное остановки потому что если вы не будете знать вот сейчас очень важную если я не знаю данил может быть ты знаешь что так можно сделать да ну можно типа запрос послать и тогда соответственно типа я включу да я понял по о чем ты говоришь это как совместный эфир стоп не водите меня темы смотрите сейчас очень важный момент скажу очень важный и наверно наверняка у кого сейчас не получилось получится уже через минуту смотреть даже мне не нужно это значит смотрите у нас бедра ротируются не в бесконечность вот поймите это очень очень ключевой вообще момент не в бесконечность у нас ротируются бедра давайте даже комментарии отключу чтобы было видно вот у нас ротация происходит происходит и она стоп останавливается это не значит что я не могу их скрутить еще я могу скрутить еще на туда дальше мне нельзя мне нельзя почему потому что уводя дальше я больше спазмирую мышцы я больше увожу мышцы в дикий гипертонус это же самое что спазмирую да вот когда мышцы в таком сильном тонусе они естественно зажимаются а это все влияет на скорость а ключевой фактор в танце вы должны делать действие в соответствии с таймингом сколько времени у вас есть на действие например ча-ча раз вот это ча-ча да вот у вас есть та-та два коротких звука и вы должны за это действие за это время сделать короткие четкие точные во времени действия поэтому что я делаю друзья я отвожу свои бедра ратирую свои бедра и вот пока у меня свободно да свободно относительно мышечного напряжения и и комфортно относительно активного баланса получается движение ну естественно с учетом удержания параллели рук параллели до плоскости передо мной вот пока это у меня свободно получается я это делаю причем я делаю как отвожу бедра в одну в один край на одну границу на мексику да и потом сразу же перекидываю канаде канада мексика канада мексика я могу пойти дальше могу из мексики пойти в колумбию но мне нельзя туда потому что там колумбийские наркобороны которые спазмируют мои мышцы и самое главное сделают меня очень медленным я выбьюсь из тайминга а если вы здесь в бедрах пойдете мимо тайминга то есть запоздаете в бедрах то ноги они-то работают у вас бедра идут первично вот это действие первично идет это как ускорители turbo знаете там двигатели которые толкают ракету в космос забыл они еще отстыковываются не напомните как это называется отработал отстыковался ну когда ракета в космос вылетает или корабль вот и соответственно это ваши двигатели а ноги они продолжают движение насколько активный будет импульс здесь насколько активность если я подошел бы к вам сзади обнял бы вас аккуратно за бедра и немножко активнее начал вашими бедрами двигать у вас автоматически ноги начнут двигаться тоже быстрее понимаете связь и соответственно когда вы а здесь делаете точно столько сколько необходимо по времени и по усилию дозированного не зашло на меня нормально как сказать нормальный лексикон дозированное усилие делаете на определенную границу сейчас для вас комфортно значит и не надо развивать ее нужно нужно развивать то есть нужно скручиваться но не но не в быстром темпе и ни в коем случае не намного повторку нужно скручиваться то есть можно вставать там каком-нибудь предмету какой-нибудь плоскости так поставили руки и и и и и и ничего не покажет и соответственно по пам 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 crimel фин 깃-денг acronym тут есть вот это конечно делать важно и Потому что таким образом вы аккуратно, мягко работаете с тканями тела на активную гибкость, на активный стретчинг. Так, теперь отвечаю на вопросы.